Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке чтения. Сегодня мы с вами должны повторить довольно объемное домашнее задание. Дома вы должны были выучить наизусть стихотворение Талипова «Любовь к родному дому». Я надеюсь, что с этим заданием вы справились. Рассказ Багмутской «Родина моя» должен был оставить у вас неизгладимое впечатление, и после его прочтения вы должны были составить план к этому рассказу. Это мы сейчас проверим. И в тетрадочках вы должны были подобрать и записать пословицы о родине. Ну что ж, приступим к проверке. План к рассказу. Напомню вам, что он состоит из пяти абзацев. Каждый абзац – это определенная тема. Для того, чтобы легче пересказывать и запоминать текст, а также писать изложение, лучше озаглавить каждый абзац. Сейчас мы это и сделаем. Итак, пять абзацев. Значит, у нас будет пять пунктов плана. В первом, ребята, говорилось о том, что наша родина Узбекистан стоит на пороге 21 века. Поэтому так я первую часть и озаглавила. Вы можете воспользоваться моим вариантом, можете оставить свой. Во второй части говорится «мой дом», «моя крепость», «моя отрада». Это предложение я взяла за основу, потому что оно передает основную мысль целого абзаца. В третьем пункте говорится о новом пути развития нашего государства. Я считаю это основной мыслью, поэтому выделила ее в третьем абзаце. «Вера в наше счастливое будущее» – это основная мысль четвертого абзаца. И я взяла ее за основу. И последнее. «Родина моя, великий Узбекистан». Как бы подытоживая все сказанное, говорится об этом в пятом абзаце. Поэтому это тема пятого пункта плана. Сравнили. Согласны с моими пунктами? Я очень рада. Также вам нужно было составить три пословицы о Родине. Ваши наверняка были не менее удачными. Но посмотрите, какие выбрала я. На чужой стороне Родина милей вдвойне. Без корня трава не растет, без Родины человек. Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается. Ну а мы с вами, ребята, переходим к новому разделу нашего учебника, который называется «Истории о Ташкенте». И начинается этот раздел замечательного рассказа. «Щусевское творение». Что это? Щусевское творение. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу пригласить вас в путешествие. Помните, на одном из уроков математики мы с вами путешествовали по Египту. Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие не в далекие страны, а в наш родной город, но только на 200 лет назад. 1870 год. 19 век. Город Ташкент. Тогда еще не было многоэтажек и бизнес-центров. Вместо них были мазанки и глинобитные дома. Из городского транспорта вместо машин и автобусов по улицам передвигались на осликах, иногда запряженных в телегу, или верблюдах. В погожие дни возле дуалов можно было встретить аксакалов, обсуждающих последние новости города. То тут, то там, на городских улочках можно было встретить дервиша, так называли нищенствующего монаха. Еще одним местом, часто посещаемого горожанами, были мечети. Телевизоров и интернета не было, и все новости, происходящие в городе, события и даже сплетни, узнавали в Чайхане. Так выглядела Чайхана в 19 веке. А рядом с Чайханой обычно находилось самое многолюдное и шумное место – базар. В старину базары называли устной газетой. Базар обязательно окружали караван-сараи, бани, мечети, Чайханы. Купцы, приезжающие на один из самых больших базаров края, сначала размещался в караван-сараи, затем направлялся в бани, потом в мечети и затем заходили в Чайханы. Знакомьтесь, ребята, воскресенский, он же воскресный, базар. Этот базар располагался там, где сейчас находится центр нашего города. Рядом с базаром располагалась мечеть Хатун. В среду и в субботу шла бойкая торговля редкими старыми вещами, украшениями. На базаре была разрешена продажа вина и пива, поэтому не только в праздничные дни, но и в будни там толпилось много людей. После того, как Ташкент стал обустраиваться новыми зданиями, городские власти начали наводить порядок. И на центральном рынке было принято решение снести рынок, а так как народ привык собираться в центре города, построить на этом месте театр Узбекистана. Был объявлен конкурс, предлагали им проекты, публиковались в прессе и широко обсуждались. В итоге был выбран вариант, разработанный академиком Алексеем Щусевым. Знаете ли вы, ребята, помимо многочисленных крупнейших проектов, над которыми много лет работал Алексей Викторович Щусев, был известный мавзолей Ленина в Москве. Так он выглядел в первом своем варианте. Он еще перестраивался трижды, пока не приобрел привычный нам сегодняшний вид. В 1940 году началась работа над созданием театра. Она длилась, ребята, в течение семи лет. Спустя два года строительство было приостановлено из-за сложившейся ситуации в стране, так как все силы уходили на борьбу с фашистской Германией. Но после, в 1942 году, стройка была восстановлена. И на этом этапе к строительству театра были привлечены японские военнопленные, о чем свидетельствует памятная табличка на фасаде театра. Через три главные двери мы попадаем в просторный прохладный вестибюль театра, где пол выложен темным газганским мрамором. Дальше парадный зал с двумя широкими мраморными лестницами. А далее просторные кулуары. Кулуары, ребята, так называют углубление в комнатах, пролегающий по трем сторонам зала. Другой особенностью интерьера является убранство шести залов. Эти залы посвящены шести областям, составляющим в то время Узбекской ССР. Для оформления залов Щусевым были приглашены прославленные народные зодчие из каждой области. Мастера по ганчу, по мрамору, ажурным люстрам и так далее. Особенно эффектен момент, когда закрывается бархатный занавец и постепенно гаснет лампа. Посмотрите, ребят, это гигантских размеров лампа, как будто напоминает огромную тибетейку, украшенную драгоценными камнями. Такой лампы нет больше ни в одном театре. Это достопримечательность именно нашего Большого театра. В дни празднования 500-летия со дня рождения великого узбекского поэта Алишера Наваи состоялось торжественное открытие театра, которое и получило имя Алишера Наваи. Вот он наш красавец, государственный, академический, большой театр оперы и балета имени Алишера Наваи. С недавних пор открытие нового театрального сезона ознаменовывается интересным событием. Новые представления проходят не в стенах самого театра, а перед ним, на улице. В этот момент каждый зритель чувствует себя непосредственным участником происходящего. Такой концерт называется Open Air и является открытием нового театрального сезона. Я искренне желаю, ребят, посетить наш театр не раз, попасть на спектакль балета, оперы, а может быть, стать непосредственным участником при открытии нового театрального сезона. А сейчас я предлагаю вам открыть тетради и провести лексическую работу. Мы сегодня с вами узнали новые слова. Возможно, кто-то с ними знаком, но не может правильно сформулировать их значения. Поэтому давайте сейчас запишем их в тетради. Архитектура. Что же это означает? Это искусство проектирования, возведения и художественного оформления зданий. Запишите, пожалуйста. Следующее слово, которое мы сегодня услышали. Зодчий. Кто же это? Это строитель и архитектор. Итак, теперь, наверное, никто из вас не сможет сказать, что не знает, о чем идет речь, когда слышит выражение «щусевское творение». Это действительно творение великого мастера, замечательного архитектора Алексея Викторовича Щусева. Запомните это имя. Гордитесь, что вы живете в городе с таким великим архитектурным памятником. Нам осталось записать домашнее задание. Дома вы должны будете прочитать рассказ на странице 9.11, ответить на вопросы после текста и запомнить все, что вы сегодня узнали. Любите свою страну, берегите и изучайте ее историю. А я благодарю вас за урок. Спасибо. До свидания, ребят. Не важно, имеешь ли ты образование или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии, а может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе. Стать программистом никогда не поздно, ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно, стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Coders. Стань обладателем профессии будущего. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы начинаем урок математики. Ну и прежде всего, по традиции, с проверки домашнего задания. Дома вы должны были решить примеры номер 5 на странице 9. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Итак, первые два примера. Смотрим на порядок действия, видим скобки. В скобках сначала выполняем умножение. Результат равен 164. Вычитаем, это легко. И делим. Вспоминаем, как мы делим. Первое неполное делимое. 37. 4х9 36. 37 минус 36, 1. И 6, 16 разделить на 4, 4. Результат этого выражения равен 94. Следующий пример. Начинаем его выполнять с умножения. 15 умножить на 4, 60. Разделить на 2, 30. 315 вычесть 30. 285. Следующие два примера. Смотрим внимательно. Сначала выполняем действия в скобках. 1000 минус 625. 375. Делим на 5, получаем 75. Теперь выполняем умножение. Результат умножения 504. Складываем. Результат наших вычислений равен 579. И последний пример. Начинаем выполнять с действия в скобках. 125. Умножаем на 7. 875. Переходим к умножению. 810. Делим на 5, получаем 162. И теперь 875 вычесть 162. 713. У вас также прекрасно. Еще вам нужно было решить задачу номер 6. Итак, по нашей задаче нужно было выполнить два действия. Главный вопрос. Сколько курток? Но сначала мы должны найти количество плащей. Для этого мы к 24 прибавляем 6, потому что сказано на 6 больше. Получаем 30 плащей. Теперь отвечаем на главный вопрос задачи. Для этого мы из 30 вычитаем 5, потому что сказано на 5 меньше. Получаем 25 курток. Составим выражение. Напоминаю, выражение составляем по последнему действию. 24 плюс 6 мы находим 31 число последнего действия. Вычесть 5. 25 штук. В моей задаче ответ будет звучать 25 курток шили на фабрике. Вы можете предложить свой вариант ответа. Главное, чтобы решение задачи у нас совпало. Закончили проверку домашнего задания. Переходим к сегодняшней нашей теме. А тема, ребята, сегодня у нас большая. На много уроков называется она «Многозначные числа». Сегодняшняя подтема нашего урока называется «Позиционные и непозиционные системы счисления». Для начала давайте подумаем, чем отличается цифра от числа. Обратите внимание, для записи информации о количестве объектов мы всегда используем что? Числа. Конечно, числа записываются с использованием знаковых систем. Они называются системами счисления. Знаки системы счисления, с помощью которых мы записываем эти числа, это цифры. То есть цифра – это некий символ, который обозначает число. Цифр, ребята, ограниченное количество. А вот чисел можно составить великое множество. И даже если это всего одна цифра, посмотрите, цифра 6 – однозначное число. А если мы добавим к ней еще одну цифру, такую же, то получится уже совсем другое двузначное число. Добавим еще одну такую же, и получится совершенно новое трехзначное число. В этом числе цифры одинаковые. А число, посмотрите, какое меняется в зависимости от того, на каком месте или в какой позиции стоит данная цифра. Например, что означает крайняя цифра справа? Она означает разряд единиц. А вторая, или цифра, находящаяся в центре, уже разряд десятков. А крайняя слева – разряд сотен. А сколько разрядных десятков? Смотрим на разряд десятков. 6 и так далее. Посмотрите, вот две наши цифры – 8 и 4. Вместе они образуют число 84. Но стоит нам переставить их местами, как сразу число становится меньше. Цифры не изменились. Изменилась позиция, на которой они находятся. Видите, как это важно – соблюдать правильную позицию. А вот это число, оно вам знакомо? Конечно. В третьем классе мы уже с вами знакомились с римскими цифрами. Это означает 30. Хотя состоит не из двух цифр, а из трех. И это не цифры. Посмотрите, ребята, каждая из них означает десяток. Три раза по 10 получается 30. Но можем ли мы сказать, что каждая стоит в своем месте или на своей позиции? Если мы их переставим, ничего не поменяется. Число останется прежним. Не всегда цифра может означать позицию. Или не все числа будут позиционными системами счисления. Вот вам еще один пример. Римская – 5. Поставим перед ней единичку. И что мы видим? Правильно. В римской системе счисления число, стоящее перед каким-либо числом, уменьшает его на 1. Получается 4. А если мы переставим, сразу увеличится на 1. 6. Опять же, здесь позиция не учитывается. Одна и та же цифра может принимать то одну, то другую позицию. Давайте сделаем вывод. Значит, в системе счисления существует два разных типа. Они бывают позиционные и непозиционные. Позиционные, ребята, это когда цифра зависит от ее места в записи числа. Не позиционные, когда цифра не зависит от ее места в записи числа. Давайте обратим внимание на нашу таблицу разрядов и классов. У нас с вами шестизначное число. Это число читается так. 491 583. А теперь давайте поупражняемся. Скажите, пожалуйста, что означает цифра 8, стоящая в этой позиции? Она означает, что у нас десятков первого класса 8. А сколько у нас десятков второго класса? Смотрим. Десятки. 9 десятков второго класса. А теперь вспомним, что мы делали, чтобы узнать общее количество десятков. Правильно. Мы закрывали последнюю цифру. Отсчитываем три цифры справа. Взглядом ставим точку. Читаем. Десятков 49 158. А сколько сотен? Закрываем уже две цифры, потому что у сотни два нуля. Раз, два, три. Зрительно ставим точку. Сотен у нас 4915. Ну что ж, молодцы. На этом примере мы с вами убедились, что каждая цифра многозначного числа, стоящая на своем месте, означает тот или иной разряд. Вернемся к нашей доске. Непозиционных систем счисления великое множество. Это и римская, с которыми мы с вами уже знакомы, и древнеегипетская, и древнегреческая, даже старославянская и древнеиндийская. Славянская система, ребят, это десятиречная алфавитная система. Почему алфавитная? Потому что состоит она из букв алфавита. На старорусском языке каждая буква означала какое-то слово. Ас, веди, глаголь, добро, есть и так далее. И каждое слово или буква передавали какую-то цифру. Так, например, вот эта буква означала тысяча. А когда мы говорим тьма комаров, а оказывается, это число десять тысяч. Имя ему легион. И для нас всегда вопрос, сколько это? Теперь вы знаете, легион это сто тысяч. А вот такое, казалось бы, знакомое нам слово, ворон, означает десять миллионов. Как вы думаете, удобна ли такая система счисления? Ну, конечно, нет. Можно запутаться между буквами и словами, а также их цифровым значением. Поэтому такая система счисления называется непозиционной. Наиболее распространенными в настоящее время являются десятичная, двоичная, восьмиричная, а также шестнадцатиричная позиционные системы счисления. Но, как правило, используется, ребята, двоичная и десятичная системы счисления. Десятичная на уроках математики, а двоичная, вам она пригодится на уроках информатики. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 10, номере 4. Нас просят записать и прочитать получившиеся числа. Вы готовы? Тогда смотрим внимательно. Записываем. Что это будет за число, которое состоит из шести единиц, нуля десятков и одной сотни? Будьте внимательны. Вспомните, пожалуйста, самый маленький разряд – это разряд единиц. У вас получилось, надеюсь, то же самое число. Ну что ж, еще одно задание. Три единицы второго разряда, а в первом и третьем разряде цифр нет. Будьте внимательны. Можете воспользоваться нашей шпаргалкой. Второй разряд, а в первом и третьем цифр нет. Помните, если ноль в разряде сотен, то мы его не пишем. Итак, получается число 30. Конечно. 8 единиц третьего разряда и 5 первого разряда. Опять смотрим на нашу таблицу разрядов. 8 единиц третьего разряда. Разряд сотен. 5 единиц первого разряда. О разряде десятков мы не говорим. Значит, в нем нет цифр. Какое получилось число? Проверяем. 805. Прекрасно. Задача. В типографии работало 318 мужчин, а женщин на 42 человека меньше. Сколько всего человек работает в типографии? Что такое типография, ребят? Давайте вспомним вместе со мной. Типография – это место, где печатают издания, книги, журналы, газеты и так далее. Все средства массовой информации рождаются здесь. Давным-давно типографский станок был огромным и очень тяжелым в использовании. Но за истекший период компьютеризация позволила облегчить труд в типографии. И поэтому сегодня там могут работать и мужчины, и женщины. Итак, запомнили главные слова? Составляем краткую запись. Мужчин – 318, женщин – неизвестно, но знаем, что на 42 человека меньше, чем мужчин. Нас спрашивают, сколько всего человек работает в типографии. Вспомните, что это за тип задачи? Сколько всего? Задача на нахождение суммы. Совершенно верно. Сначала отвечаем на первый вопрос задачи – сколько женщин. Для этого мы из 318 вычитаем, потому что сказано, что на меньше получаем 276 человек – женщин. Теперь мы должны найти общее количество. Для этого складываем количество мужчин и количество женщин. Пожалуйста, сколько получилось у вас? Считаем вместе. Проверяем. 594 человека всего. Составим выражение по последнему действию. 318 в условии есть? Есть. Пишем. Прибавляем 276. А 276 – это результат разности. Записываем полученный результат. Ответ. 594 человека всего работает в типографии. Успели? Молодцы! Мы сегодня с вами узнали интересную информацию о позиционной и непозиционной системе счисления. Думаю, что теперь вы ни за что не перепутаете это. А мы запишем. Страница 12, номер 6 – это примеры. А задачи, ребята, обратите внимание, есть на моей доске, поэтому вам нужно ее сфотографировать. Уверена, что вы с легкостью справитесь с этим заданием. Прошу вас дома еще раз повторить варианты позиционных и непозиционных систем счисления. А может быть, найти информацию в интернете о вариантах непозиционной системы счисления. Буду рада, если сегодняшний урок научил вас чему-то новому и интересному. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А перевод Субтитры сделал DimaTorzok Ази Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok из гулик аркасы шахар куркеге курд ошуп трубты. Шахарды заманови бинолар билан бирге тархи обидалар хам куб. Бугенге кунда тошкен ин куркем в заманови шахарлардан бирге айланды. Аны енді матындеге янге сузларны луга докторингезге езболин. А теперь запишите в свои тетрадочки для словарей новые слова. Успеваете записывать? Молодцы! Янге сузларны ёзболдингезм. Вы успели записать новые слова? Молодцы! Аны ендэ янге сузларны ётолинь. Улары штрокада ёпляртузинь. Ребятки, вы должны выучить новые слова и составить предложение. Узбекистон не? Пойтақты тошкенд. Пойтақт созы бетті шлатылген. Узбекистонда қадеми шахарлар куб. Республикамызды куркан бина, кубрик ва мехмонхаралар курылды. Узболдингезмі? Мустақл ищ. Савалларны ёзмі равишті? Ба жарин. Ташкенд? Кандай шахар. Какой горыт ташкенд? Ташкендта? Кандай тарихи обидалар бар? Пойтақта кандай строхат бағлар бар? Шахрингездегі янгеликлар хақыда сузлар берием. Язболдингезмі? Учын чітап шырық. Матынның қың мазымуныны сузлаб берем. Прочитайте текст и перескажите. Біз яшы өткен замин. Біз яшы өткен замин қадымда мавыруын нахыр. Икі дарья оралығы деп атальян. Узбекистон яшыл водилары. Ва қадеми шахарлар білен машқур. Бу қадеми шахарлар шақ дурдоналарыдыр. Манабу ерде Самарканд, Бухаро, Хива, Тошкент. Фарғоны кәбі шахарларны көрі шучун хар елі көпләп сайохлар келешады. Чтобы посмотреть эти города, каждый год к нам приходит очень много туристов. Манабу ерде Самарканд шахрыны көріп түріп сіз. Манабу ерде есі Хива шахры. Манабу тарыхи шахарлар. Аны енді матындегі яңгі сузлар бран танышы боли. Луғат. Яңгі сузларны ёзы боли. Замин. Земля. Оралық. Растояние. Дурдоны. Жымчужна. Сайохлар. Туристы. Успели записать новые слова? Запишите и выучите их. Яңгі сузларны ёзы боли. Ва ёт әлішкі ахарекат калинь. Икін тимашк. Матынну уқын савольна артузі. Прочитайте текст и к этому тексту составьте вопросы. Онамблан бухоро шахрыге михмонге бордік. Холан менге шахарны көрсатдилар. Шахарны пиода айландик. Шахар узынин тарихи биналары билан хайран калдирарды. Ескі шахардагі минаре келан мүр араб кадрасасы менге чуды йоқды. Уларнің нақшлары дүді чүройлі ва муқташам. Ташкентке кәкәкәкәніміздан сонь. Досларым гетасуратларым хақыды гепрыбердым. Азізу кучылар. Манабу матынны узыз яна бірбар уқып кури. Уқып чықып савалту зүшкі харекат калинь. Ребятки, прочитайте этот текст и попробуйте составить сами вопросы к этому тексту. Луғат. Новые слова. Яңіз узларыны. Луғат дафтариніз кеу зболи. Мехмонгя. В гости. Пьеда. Пешком. Тарахы. Исторический. Нақш. Узор. Мухташам. Раскошный. Таасурат. Впечатлене. Анайынды болы, жанлар. Біз сіз білан. Хазы. Узбекистандағы бұлаят номларына ислап оламыз. Исінгізді бармын. Каны. Біргелікті. Бір ислап олайлык. Узбекистандағы бұлаят номларына ислап олайлык. Ва хазыр. Язамыз. Сіз даптарингізге. Менеса. Язу тахтанда курса таман. Дігкат білан. Итбар берем. Ташкинт. Сурхандария. Джизах. Хоразым. Набайи. Самарханд. Сырдария. Бухара. Кашкадария. Намангян. Фарғана. Андыжан. Ва албатті. Карақалпақстан республикасы. Узбекистан худудыгі киртілді. Тұртын китап шырық. Ширны. Ифадали оқин. Гузал ташкинт. Дуниадаги. Эн гузал шахар. Онге алам хавасла бақар. Чырайыгі тен келар бахар. Оні халқым. Чин бақты ташкинт. Мехрі білан. Юрагім. Мьян. Сихрі білан. Хайратке салгян. Бабалардан. Абад. Калгян. Атайыртым. Байтақты ташкинт. Улуғ шахрым. Сенекуилайман. Келаджек. Камалин. Уилайман. Хуснинге бақып. Мен тоймайман. Мангю кушық. Дилматхы ташкинт. Хумайон ширы. Анайынды ширдаге. Яңгі сөзларге еті бар берем. Луғат. Дафтарингізге. Языбалин. Бақмақ. Любавадсы. Хайратла муақ. Удивляадсы. Келаджек. Будуши. Мангю. Вечни. Азіз болы джонлар. Яңгі сөзларны. Йозу болгянбуль сәңгіз. Мустакыл топшырық. Туртынч топшырық. Таге. Ширдан парча. Яңгі сөзларна. Яңгі сөзларна. Яңгі сөзларна. Яңгі сөзларна. Уважаемые ученики, выучите стихотворение в четвертом задании. И выучите новые слова. Дарсымыз түгеді. Хайыр. Саламат болин.